Путешествия с железнодорожным транспортом хоть и отнимают гораздо больше времени, чем перелеты в самолетах, но зато это время в пути может подарить массу впечатлений от поездки. Ведь зачастую железнодорожные маршруты проходят по таким местам, где нет автомобильных дорог или поселений на сотни километров вокруг, а пейзажи за окном завораживают своей невероятной красотой. В этом видео как раз и посмотрим на самые головокружительные железнодорожные маршруты. В Швейцарии находится огромное количество горных участков. Швейцарским железнодорожным инженерам 19-го и 20-го веков пришлось быть очень изобретательными, творческими и смелыми, чтобы построить сложную и эффективную систему горной железной дороги. Это включало в себя не только планирование и строительство сложных горных маршрутов, но и построение многих мостов, необходимых для пересечения горных районов. Швейцарцы вкладывают огромные средства в свою сеть железных дорог, делая ее одной из самых эффективных и передовых в мире. Одним из наиболее впечатляющих подвигов было строительство виадука Ландвассер, которое было закончено в 1902 году. Это, возможно, один из самых известных железнодорожных виадуков, поражающих своими видами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Причем около 80% пути проходит на высоте более 4000 метров. Высшая точка маршрута недалеко от станции Тангла, 5072 метра над уровнем моря. По маршруту ходят специальные поезда, вагоны которых оборудованы системами подкачки кислорода. Это позволяет пассажирам избежать горной болезни. Кроме того, в вагонах есть индивидуальные кислородные маски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поезд, чье название переводится как «Поезд в облака», соединяет Аргентину с Чили и Тихоокеанским побережьем, пересекая Анды и поднимаясь на высоту 4000 метров над уровнем моря. Это третья по высоте железная дорога в мире. Сначала построенная по экономическим и социальным соображениям, эта железная дорога теперь в первую очередь служит для привлечения туристов, а также железнодорожным наследием. Железнодорожная линия проходит через 29 мостов, 21 тоннель, 13 виадуков, 2 спирали и 2 зигзага. Из-за решения проектировщиков не использовать систему передачи с помощью зубчатой рейки и шестерни для тяги, маршрут должен быть разработан таким образом, чтобы избежать крутых склонов. Зигзаги позволяют поездам подниматься, проезжая параллельно склону горы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Железная дорога из Аляски в Канаду Дорога на Клондайк – это самая красивая железная дорога Аляски. Дорога была построена во времена Золотой Лихорадки. Это были удивительные времена. Нескончаемые потоки людей, одержимых азартом быстрого обогащения, устремились на Клондайк в конце XIX века. Этот железнодорожный маршрут проложен в невероятно сложных условиях местного рельефа. Работы по строительству дороги начались в 1898 году. Трасса проходила по сложному горному перевалу Вайт Пасс. А открытие состоялось всего спустя два года после начала строительства. Движение поездов началось 1 августа 1900 года. Однако к этому моменту Золотая Лихорадка уже пошла на спад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна живописная дорога пролегает с юга на север Австралии. Поезд под названием Ган следует через заросли, пастбище, равнины, джунгли и австралийские пустыни. Путешествие займет два дня, и за эту поездку удастся увидеть Австралию во всем многообразии. Поезд проходит 2979 километров от Аделаиды на южном побережье Австралии до порта Дарвин на самом севере континента. Вагоны этого поезда разделены на несколько классов, самый роскошный из которых – платиновый. Здесь в распоряжении пассажиров есть даже ванные комнаты. Путешествие начинается с вокзала Аделаиды, а уже вскоре поезд Ган идет по области Аделаидские равнины. А из его окон можно увидеть в северной стороне горные пики хребта Флиндерса, растянувшегося на 700 километров. На подъезде к Кристаллбруку поля пшеницы сменяются на овечьи отары. Продолжение следует... Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.